Всем привет! Я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Логика санкциям не помеха? На днях Россия заняла первое место в мире по количеству санкций. И это не так уж печально, если, конечно, не впадать в стадную истерику и мыслить логически в цифрах. Итак, нежелание западного сообщества содействовать России в демилитаризации и деноцификации Украины, а наоборот, активные поставки украинским радикалам оружия и даже легионеров из ЕС, открывают Евросоюзу перспективу в 7 миллионов беженцев. А это не менее 5 миллиардов евро затрат в виде пособий. И этот украинский банкет за европейским столом оплатят европейские граждане, которым и так сейчас есть на что тратиться. Да, например, на те самые энергоресурсы. Цена газа давно уже превысила 2000 долларов и рост продолжится, ведь общий остаток газа в хранилищах Европы всего 27%. И, кстати, о высоком. Рост инфляции в 19 странах ЕС уже, логично, ускорился. А я просто напомню, что для братской Белоруссии цена на газ из России не доросла и до 130 евро. О дальновидности нашей политики говорю не я, а красноречивые цифры. Если мы поддержим эмбарго, будет очень холодно и очень дорого. Германию ждут перебои с поставками энергии и резкий рост цен. Дипломатия по-немецки – это по нужде. Цены на бензин выросли вдвое, и, к слову, это не только в Германии такая зрада и перемога. И, к слову, эта Россия еще контрсанкции не предпринимала. Ну и для сравнения цены на бензин у нас. Внимание, вопрос. Как думаете, сколько еще звонков Владимиру Путину сделает Эммануэль Макрон за ближайший месяц до президентских выборов по Франции? Ведь путь к сердцу французов лежит явно не через Украину. Вдруг поздно осознал Эммануэль. И сделал драматическую фотосессию после звонков Зеленскому и Путину. Ну, всяко дешевле, чем предвыборный сериал «Слуга народа по-французски». Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России – плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой. И похоже, что мы к этому сегодня стремимся. Получается, теперь Макрон, Шольц и Байден переживают, что никакого больше шоппинга в Милане, вечеринок с Антропе и бриллиантов в Антверпене не видать европейцам и даже американцам. Они все потратят на газ и бензин, но это если будет, что тратить. Ведь европейцам грозит рост безработицы, что логично, когда число заказов по российскому направлению значительно сократилось. Европа закрывала Россию железным занавесом, но накрыла медным тазом свою же экономику. Россия вводит санкции, чтобы снизить уровень жизни в Великобритании на 2500 фунтов стерлингов на семью. Центр экономических и бизнес-исследований вдвое снизил прогноз роста и заявил, что инфляция, как ожидается, останется на уровне 7% до 2023 года. Только это США и Евросоюз ввели санкции, а Россия пока еще никаких ответных мер не предпринимала. А ведь могла бы, подумайтесь. Закидать Россию санкциями, заморозить активы за одну ночь – это нормально. А перекрыть в ответ вентиль, когда 40% импорта европейского газа поступает из России. Это их нам жалко, что замерзнут. Ну и прибыльно. А ведь Москва могла бы не только голубой огонек перекрыть, но и пшеницей по-соседски не поделиться. Ни вам зрелищ на Майдане, ни вам хлеба. Хотя, если не газ, есть ведь уголь, скажете вы. Но вот незадача. Россия – один из крупнейших поставщиков угля в США. Получается, российская операция по динацификации может стать операцией по динатонизации. Риторика еврочиновников заметно сепарационная. Две трети словаков не хотят американских солдат в Словакии. Правительство идет против народа. 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о намерении выйти из Будапештского меморандума о взаимопонимании и приступить к созданию ядерного оружия. Это стало одной из главных причин начала российской военной спецоперации. Невероятно, но цены стремительно росли в течение нескольких месяцев. И теперь Брюно-Лемер просит французов перетерпеть из-за войны в Украине. Это правительство действительно ни во что не ставит французов. Трагедия на Украине используется для того, чтобы превратить ЕС в военный союз. Вот и я думаю, что солидарность с украинскими националистами в Инстаграм – это модно. А в реальной жизни это больно, сложно и слабо. И пока у британской прессы настоящая зависимость от российских олигархов, что ни день, то зависливое обсуждение их активов, недвижимости, наверное, в поисках, чтобы еще отобрать, я бы даже сказала, отжать. В России-то ведь ничего не национализируют в ответ. Пока. С одной стороны, российские продавцы Бершки, Гуччи, БМВ остаются без работы. С другой стороны, самим беглым брендам впору посочувствовать. Ну, посмотрите данные о выручке в России убегающих из России. Дорого обходится демократизация Украины. Но что же перевесит? Платежки за электричество или солидарность европейцев с украинской властью? И главный вопрос – кто заплатит за санкции? Ответ – европейский гражданин. Так где там страна для жизни? Дальнейший логический анализ ситуации в наших телеграм-каналах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова